Волон вновь вопрос, давай. Через полгода у нас вся страна на Марс полетит. Я помолчу. Да я вот для депутатов народного хурала тут исполняю песни. Санбайна. Кофе-брейк. Кодай-кодастухи. Привет. Что вы делаете в брейте? Наслаждаюсь жизнью. Я на самом деле турист. Приехал в Улан-Удэ уже второй раз здесь. Первый раз посещение города было связано с интересом к Байкалу. Прежде всего я увидел это достояние и подумал, что надо посмотреть на Бурятию зимой. Должен увидеть Байкал, когда он замерзает, как он встает. Бурятию можно сравнить с чем-то? Бурятию сложно сравнивать. В Бурятии есть определенная уникальность. Она связана прежде всего и с людьми. Можно великолепно пообщаться с бурятами, увидеть такую вот... окунуться в то, что называется монгольской культурой. Там можно поехать в семейское село. Хотелось бы наблюдение конкретное. Меня удивляла, значит, реакция людей, когда с тобой соглашаются, кивают головой. То совсем не факт, что тебя вообще слушают, во-первых. Во-вторых, принимают твою точку зрения. Поэтому, да, в Бурятии... Ага, ну, это не всегда да. Вот, это скорее некий такой пароль, может, лексический какой-то... Лексическая игра, которая связана... Ведет тебя неизбежно к разным совершенно исходам. Еще удивляет в не меньшей степени поразительное чувство юмора. Так, как шутят в Бурятии, так не шутят нигде. Скажи, ты вообще активный пользователь соцсетей? Ну, все мы начинали наше знакомство с социальными сетями, с одноклассников, откуда я благополучно и быстро удалился. Ну, правда, с трудностями, которые испытывает средний пользователь одноклассников при удалении. Появился Фейсбук, и, конечно же, я там зарегистрировался. Достаточно много, я думаю, времени провожу, потому что Фейсбук, он более индивидуальный, и обстановка там, атмосфера совершенно другая. Но есть какая-то особенность и бурятского интернета. Ну, какая? Ну, мне кажется, она все-таки идет из неустроенности и из той картины, которую формируют медиа бурятские. А она сильно отличается от других регионов. Здесь очень много всяких алармистских, тяжелых тем. У тебя есть аккаунт в Инстаграме? Ты вообще как-то будешь? Нет, Инстаграмом не пользуюсь. Ты делаешь селфи, что ли? Инстаграмом не пользуюсь. Инстаграмом больше пользуются мои супруга, дети. Мне в Фейсбуке хватает. Я боюсь даже в Инстаграм заходить. Вдруг мне понравится. Это же трата лишнего времени своего. Это к Фейсбуку привыкаешь, уже думаешь как-то, что не существует мира. И видишь этот мир через экран телефона, понимаешь? А вокруг происходит много интересных вещей, на которые ты перестаешь обращать внимание. Интересен ты, интересные люди вокруг, общение. И вот эта вот социальная сеть, онлайн-среда, она лишает тебя жизни, лишает красок. Это все зараза. Татуировки есть какие-то? Хотелось бы, может. Когда я был совсем в юном возрасте, у меня много было знакомых, особенно и родственников было. Половина из них даже посидеть успела. И они все были с татуировками. И впечатления с детства гнетущие. Поэтому я все-таки к татуировкам отношусь очень специфически. У меня ассоциация с маргинальщиной. Наркотики, татуировки, отношения с женщинами. Кто-то вот такое характеризующие с другой стороны. Тебя как зовут? Меня зовут Эд. Эд, дорогой, ну ты сейчас хочешь, чтобы я пришел с тобой, выпил даже не виски, а два стакана кофе и рассказал тебе про отношения с женщинами? Нет, про отношения с женщинами мы отложим. Женатый человек, трое детей. А, ну все понятно. Лучше про наркотики. Лучше про наркотики. Я сам спортсмен, как бы тоже показалось интересным. А чем занимался? Ну, разными видами спорта и борьбой. Бой валирующий такой. Борьбой, самбор, рукопашный бой, карате. В основном единоборствами. Ну, Бурятия, она вообще такой центр борьбы. Да, в этом плане мне в Бурятии понравилась бурятская борьба национальная. Мне кажется, что все, что связано с бурятской культурой, борьбой, стрельбой из лука, разными видами спорта, в том числе ломание костей, это все необходимо развивать и поощрять, потому что, например, чисто случайно, находясь на юбилее Яравнинского района, со своим близким другом, которым здесь познакомился, он, не сказав мне, значит, пошел и заявил меня как участника, как участника вот этого турнира по бурятской борьбе. И я не очень понимал, что происходит, но вот услышал, что объявили мою фамилию, я уже был не очень трезвый. Как же так получается? Он говорит, ну, надо сходить побороться за село Исинга. Вот, ты вот как типичный эсингинец из Яравнинского района должен взять и поучаствовать в этом. Не обязательно побеждать, там ребята подготовленные, но должен. Ну, было любопытно и интересно. Ну, мне понравился вот этот вот танец орла, как-то что-то необычное, само сохранение культуры очень правильное, тоже очень интересно выделяет этот народ. Внезапный вопрос тогда. Полетел колонизировать Марс? Ну, с военными я, в общем, на Марс должен полететь. Ну, зачем ты мне такие вопросы задаешь? Ну, полетел бы, наверное, я с Марса и не возвращаюсь, как-то так происходит. Конечно, конечно, полетел бы, но если билеты были бы недорогие, вот как на авиакомпании «Победа», которая сейчас летает побурять, если там билеты были бы, условно говоря. Победа не поражение. Но это был бы билет в один конец. 6 тысяч. Если бы это был билет в один конец. Ну, я думаю, что через полгода у нас вся страна на Марс полетит и еще совершенно счастливая, если там вдруг обнаружим лучшей доли для себя. Ну, вы принимали за звезду известную нашей эстрады? Ты, наверное, понял, о коме говорили. Ну, разные звезды. Ну, наша эстрада Шафутинского, ты имеешь в виду? Ну, кто-то говорит, да, говорит. Вот просто кто-то на улице подходит, дает тебе автограф. Как не придешь в караоке-клуб, находится какая-нибудь старая убитая 40-летняя женщина, которая тебя обязательно попросит 3 сентября спеть. Конечно, принимать. Тебе нравится эта песня? Не очень. Но я пою, я пою ее, потому что очень уважаю и люблю женщину. В плане, что это все-таки... Если очень хочется, чтобы я спел 3 сентября, то можно. Как-то раз я даже в Улан-Удэ шел ночью, полдвенадцатого, по улице, из магазина, из какого-то вышла дама и говорит, ну, что же Шафутинский у нас тут делает в городе? Я так мечтал всегда, говорит, на вашем концерте оказаться. Я говорю, да я вот для депутатов народного хурала тут исполняю песню. Она говорит, великолепно, говорит, ну, может быть, споете прямо на улице? Я говорю, да не вопрос. Ну, спел ей песню, она говорит, да, в микрофон вы значительно лучше звучите. Я говорю, ну, извините, это все шоу-бизнес как бы вытягивает. Вот, а у тебя какая любимая группа, если, или певец, если этот нелюбимый? Ну, не то, что любимая. Мне много чего нравится. Вот сейчас, что бы ты послушал в данный момент конкретно? Какое настроение? Вот какую? Безобразную Эльзу. Королеву флит? Да. Аквариум нравится мне, ну, мне русский рок нравится в целом. Шевчук? Шевчук, да, безусловно. Калинов мост или это? Это тоже очень продвинутые группы. Ты, как ни странно, мне знаешь еще, что поразило, что я не ожидал от Бурятии. Я не ожидал попробовать такой вкусный, насыщенный самогон. Это однозначно. От которого не болит на утро голова. И я не ожидал, что окажусь на фестивале «Голос кочевника». Это запредельно наикрутейшая вещь и с точки зрения представленных исполнителей, и с точки зрения фолка. Больше всего меня поразило, что я никогда не забуду это женщина, которая себя представила как человек, который общается с духами напрямую. Она вышла на сцену, у нее потрясающий голос. Она стала петь и как-то вступила в какой-то резонанс с окружающей природой. И сказала, это песня как бы дождем. И через пять минут ее пение, когда все впали почти в транс, на фестивале на этом пошел дождь. И это было запредельно. Путешественник – это? Абсолютно свободный человек. Вино или коньяк? Вино. Человек человеку? Друг и брат. Свет или тьма? Свет. Спать или есть? Есть. Если долго идти, то? Можно заблудиться. Сова или жаворонок? Жаворонок. Смерть – это? Временный конец. Жизнь – это? Путь к смерти. Айфон или андроид? Андроид. Что нужно, чтобы встретить счастливую страсть? Много денег. Если все идет по плану, то? Значит, что-то должно не срастись. Счастье – это? Быть собой. А ты сам любишь вкусное парище? Что тебе больше всего нравится? Мне очень нравится кавказская кухня. Острая? Острая. Люблю хинкали. Поэтому, может быть, тяжело на позы переходить. Музы или хинкали? Сразу вопрос. Хинкали, однозначно. Однозначно. Ты потрелок своей мамы. Дело не в этом. Ну, не знаю. Если ты всю жизнь ел хинкали, а потом тебе вдруг принесли позы, и это как, если бы ты всю жизнь ел позы, а потом тебе принесли хинкали. И такой вопрос даже не стоит. То или это. Конечно, то, к чему привык однозначно хинкали. А ну, ты бы захотел жить в Бурятии вообще? Мне здесь комфортно. Здесь свежий воздух. Здесь уникальная культура. Здесь есть все. И разные религии, и уважение друг к другу. И Бурятия, она настолько интересна. Более того, необычно и энергетически сильный регион, в который постоянно хочется вернуться. То есть нельзя, побывав в Бурятии, пожив здесь, просто взять и уехать. В общем, если и есть регионы, в которых хочется жить какое-то время, это, безусловно, Бурятия. Для меня это, наверное, Европа, Америка. Ну, вот я из российских таких регионов и городов, это, наверное, еще Санкт-Петербург. Стоит ли уезжать отсюда? Если на каком-то этапе хочется преодолеть себя, преодолеть традиционализм и как-то посмотреть на другой мир, то надо спокойнее к этому относиться. Не надо создавать тюрьму, в которой должны жить буряты, русские, семейские. Если им хочется и комфортно жить в Петербурге, в нашей большой стране, любой часть света, пусть едут, но я уверен, что они вернутся. Скажи, у тебя есть мечта? Может, какая-то детская мечта? Я бы хотел говорить на минимум 20-30 языках. А ты хотел бы узнать бурятский язык, раз ты тут оказался в конце концов? Он приятный. Ты знаешь, что-нибудь необычный. Только сам я могу поздороваться. Так? Сам война. Ну, и не так много вещей. Я знаю, на бурятском языке, но как звучит язык мне, конечно, нравится. Пожелай что-нибудь в бурятии на грузинском. Бурятия Галмарджос. Что это значит? Процветание бурятии. Спасибо. Твоя улица. Твой город. Твой кофе. Новый эспрессо-бар Тревелс Кофе на Арбате. Пожалуй, одно из лучших кофеен нашего города. Тревелс Кофе. Улица Ленина, 42. Арбат. Анастас Субтитры 2 2 Субтитры подогнал «Симон»